1100-950. Это около 1000 футов. И скорость? 7-10. Это 8, это 3,5 и 5. Ну все, мы поднимаемся, тогда идем 41. Поэтому мы только на это сможем выйти, если еще править не будет. На берегу Листвянки собрались 24 спортивных экипажа и 8 тех, которые просто любят летать на тепловых аэростатах. Разница между ними лишь в том, что спортсмены на утренних и вечерних полетах выполняют определенные задания. Сегодня они должны пролететь через точку в воздушном пространстве, которую сами себе выберут, сбросить маркер на материю и пролететь по радиусу круга на земле, который они же сами себе и выбрали. Сейчас мы обкатываем ту программу, которая будет использоваться на чемпионате Европы и мира в следующие годы. Соответственно, даем возможность пилотам, которые участвуют, участники сборной России, уже сейчас получат навыки, так что все это было просто. В принципе, программа простая. Среди собравшихся есть и мировые чемпионы. Команда Сергея Латыпова занимает четвертое место в мировом зачете. В прошлом году они взяли золото на чемпионате мира. Для них это не только подготовка к предстоящим соревнованиям, но и просто хорошее времяпрепровождение. Мы приезжаем сюда не только летать, но и общаться с людьми, фотографироваться. Это событие, которое ждут многие люди. С удовольствием приезжают ради полетов, ради общения. У Сергея Латыпова больше тысячи часов полета на аэростате. Имеются и сотни историй, которыми он делится с друзьями. Бывало и такое, что летал без определенных приборов, поэтому он и создал себе сумку-органайзер. Я когда выхожу из дома, я знаю, что я ничего не забыл. У меня есть два GPS-а, три. Высотомер, логер – это официальный прибор, который зафиксирует наши результаты. Ну и компьютер, чтобы навигацию смотреть. Здесь у меня есть задание. Ну и как бы специальное место для ручки, потому что всегда что-то нужно исправить. Ну и помимо этого, если ручка куда-то потерялась, у меня есть маркер. Фестиваль воздухоплавания «Небо России» всегда проходил в августе. И на то есть причины. Традиционно мы стараемся где-то в середине августа проводить, поскольку полетная зона у нас 60 на 60 километров. Одна треть – это заливные, выкашенные луга, поймы реки Айхи. А все остальное – это та территория, где у нас с вами или яровые, или озимые посевы. К этому времени обычно все скошено. И это создает идеальные условия для воздухоплавателей, для стартов и посадок. Над полем развивается красный флаг. Это означает, что полеты пока запрещены. Воздухоплаватели ждут появления зеленого флага, который даст старт вечерним полетам. Однако есть и свои проблемы. Погода на грани. Сейчас он с севера подтягивает предвестники дождя. Прогнозы. Половина говорит о том, что все же дождь будет. И половина о том, что дождя не будет. В общем, надеемся, как всегда, на лучшее. Ждем до упора. Зеленый флаг над полем так и не появился. Причиной тому стали погодные условия. Отменились и утренние полеты. Теперь осталось только ждать, когда погода успокоится. Ведь, как сказал один из организаторов соревнований, лучше тысячу раз пожалеть, что не полетел, чем один раз, что полетел. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.